Что вам запомнилось из встреч с населением во время отступления или пребывания в прифронтовых участках? Так, во время наступления и отступления. Отступления, когда вы встречались с населением, что запомнилось? Я попал не во время отступления, а во время отступления. Мы только двигались вперед. Мы уже в это время переломили силу немцев и двигались вперед. Под Москвой это ерунда, что было, это там было смертное убийство, там беспринципная война была, и эти были, как их, и просто население, и просто воевало, но там тактики никакой не было, только защищали, бросали на убийство людей. Вот Станинградская битва, и начинает Курская, и все последние 10 ударов, как раньше называли Сталинские, эти уже продуманы были. Сейчас ни одна война, что если все даже вместе, и Бородинская, и Невская, и Куликовская, и прочие собрать, если вместе, не стоит ни одной, даже одной, одного фронта этого Отечественной войны. Это ерунда, ну и что они в этом, Бородино сейчас мусуют, мусуют, там же не воевали фактически, один день под Бородино повоевали, а так что лишь, он сел на поклоныщили Кутузов и ждал. Естественно, француз, Наполеона жрать нечего, ему приходят, наши сожгли мародеры в Москву, вот. Скажите, были ли вы ранены на войне? А? Ранены были? Я? Да. Я же вам говорил дважды, один раз контузии, взрывной волной, это, контузия может даже хуже ранения, потому что человек может, он может цел, а не двигаться ничего не может быть. И у него все, система нарушена, управление организмом, и ранен был в руку, а там меня уже направили в тело. Вот. Ну, дважды мне вот. Вот я же говорю, вот 25, это отличие. Ну, сейчас людям непонятно, что это такое за знак, это как раз, красное это легкое ранение, когда человек может ранен, но оставаться в строю. А вот тяжелый, вот он желтый, это уж когда его эвакуировали, чтобы не было помехи ни для себя, ни для других. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Не знаю, такого подобного не было. Ну, отступали, а как от дезертирства? Для меня это непонятно, это слово. Как я могу уйти от своего и занимаемого участка, когда что-то двигают? Странно. Были у нас в свое время там заградотряды вот эти, за нашей спиной, это РНКВД по указу. Стали? Потому что двигаться уж некуда, там уже Урал, и больше некуда. И Волга кончалась. Что же еще хотите? Надо как-то было ограничить обратный отход-то. Ну, куда денешься дезертирства? Дезертирства это вот Власов, вот сейчас триклоры, это же фашистский флаг, трехцветный наш. Потому что он против нас, социалистической России шел с немцами. Это Власов генерал, все от Рэби, и никто с ним почему. Ну, там он собирал этих заключенных и всех прочих, отступающих обманом и прочим. Ну, конечно, они потом, когда чехословяки, они, видимо, создали, что они борются против фашизма. Но им американцы все равно передали это. И Власова, в конце концов, расстреляли. Ну, он талантливый генерал. А ничего не скажешь. Талантливый. Его даже уважал старым и советовался все прочее. Вот. Ну, куда-то такое. Оно... Ну, это психология, я не знаю, он под видом том, РАО, русской освободительной армии. Ну, против кого? Против своего народа воевать? Это непонятно. А ведь социалистические лагеря, это же лагерь народной. Власть советская. Народная. А сейчас какая власть? Капиталистическая. Кто любит? Сейчас никто честно в верхней не заработал, не сделал ничего. Только, как говорят, по костям. Раньше мы, как говорится, обменивались опытом в колхозах, на предприятиях и все прочее. А сейчас нет, сейчас наоборот, каждый в себе, и чтобы ты пропал, а я пойду вперед. Вот. Вот какая очень... Расскажите, приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками? С чем? Со штрафниками приходилось ли вам? Какие штрафники? Чего это вам в мозге-то наморочили штрафники? Какие? Не штрафники судбуду решали войны-то. Чего они штрафники? Были бы это в таком роде штрафники. Ну и что же из этого-то? И многие командиры те из штрафников. Рокоссовские из штрафников были. У них политические идеологии в какой-то смысле. Но их призвали как все-таки необходимо. У нас и царских, у нас больше 70 процентов было царских, и офицеров и прочих, которые шли за власть Советов и сочувствовали народу. Все. И даже есть дворяны и прочие. Ну а кто оказался обратным? Ну что, как бы, себе не без урода. Куда же денешься? Расскажите о бытовых трудностях на фронте. А какие хорошие трудности на фронте, может быть, условия? Никаких. Я говорю, вот, брюхом пропадающий все там, все на чебе. Особенно десантные УСК. Трудности на каждом шагу. В тылу, говорят, коваря, померя в тылу. Если мне фронтовую завалить с техникой, ничего не получится. Вот. Самое главное решало. Вот почему мы потеряли это столько. Потому что мы не дали нам возможности. Хоть нам, говорят, зачем мы заключили пакт о ненападении в Германии. А как же, они сами всегда заключали сепаратный, против нас первых наших. Хоть с нами вроде, как в нашей Руси, союзники. А сами сепаратный мир против нас заключали тут же в конце войны. Эти американцы, англичане, французы. А как вы оцениваете нашу боевую технику? На высоком уровне. Я плохо только отчу, что немцы были, эти, в войсковой части, агрожен на 8% с автоматическим оружием. Все на 8% с автоматами. А наши только на 20%, потому что у нас не хватит. На них работала вся Европа. Вся Европа на немцах. Вот. Если у нас были бы автоматы, только хотя бы 50%. Да никогда бы мы такого подобия не было. А что у нас трехлинейка, 41-й мировой осталось? И потом наш ЦВТ, это, полуавтомат. Но он не способен был. Потом наш ППШ осталось. Вот наш, более-менее, эти, магазиновый, потом Рожкового типа. А сейчас наше автоматическое оружие, самое лучшее в мире. Вот это, как его. Подобыл его. Калашников? Калашников. Так всему миру даже этим американцам все против которых, наши все проще идут, чем в лес. Продают. Но мы самые лучшие были поставщики этим оружия. Я бы за это судить надо. Как можно людей убивать, за это героям присваивать. А было ли у вас личное оружие? Автомат? А чем тогда вас было? Притом у меня немецкий автомат был. Вот, складной. Который мог стрелять и нашими, наши пулями, и ихми. Их такой, один и тот же калибр использует может. Попал в стрелы, есть у них эти пули на этот калибр, значит мы используем. Наши попали, эти пули, мы на этом автомате их тоже используем. Вот. Вот они такие складные были, смайсеры. Немецкие. У нас простая экипировка. Вот эти сейчас новые атрибутики придумали, все прочее. Не знаю, как они, что. Ну, у нас просто такой шлем прорезиненный был. Все это. Ну, отбрасывали, что с парашютом там простым. А сейчас он эти парашюты такие, что с земли могут поднимать их на этих парашютах. Сами. Вверх. По течению воздуха. А расскажите про отдых на войне. Как вы отдыхали в часы затишье? Ой, ну как. Так, у нас отдых может быть, когда вот отводили нашу часть, ну, примерно 15 тыл. Тогда пополнение, переодевание и все прочее, и бани, и все прочее. Вот это считай. И это есть отдых. А какой может быть отдых на войне? Никакого исключительного. Это так. Кто не представляет, еще такая война. Особенно в то время. Сейчас, мол, ракеты за тысячу бросают и все. Сейчас надо, это, Москву-то, не в Москве делать, не 10 этих поясов современных, а в Сибирь, чтобы ее. А то все защита Москва, Питер. А все остальные хоть подавишь. Все остальные. Вот. А если вон в силу, то баллистическую их ракету можно за 5 тысяч гнать. Она дороже, чем простая полевая. А тут на этих, таких, технику бросать ракетные, которые легкие, а не баллистические, когда заделаны. Вот так, под землей или где-то. Вот. Вот в чем суть. Надо в Москву. В Новосибирск. Вот туда. И тогда мы по их времени не просыпались. Они же спят, а у нас солнышко. Как же так? Надо поясы от Москвы. И мы под Москву должны спать. А Дальний Восток тем более. 8 часовых поясов. Ну, это же вредно для народа. А приходилось ли вам слышать выступления артистов фронтовых бригад? Бывали, но редко. Потому что мы, ну, понимаете, вот наша десантная группировка, она никогда все, как постоянно войсковой-то не была, а все время, или вдоль, в любом направлении. Не прямо куда-то походили, а в любом направлении нас бросали. Куда угодно, только вот так. Вот. Была ли любовь на войне, расскажите? Была ли любовь на войне, расскажите? Ой, ну это, знаете, как вам сказать. Это могло быть только у чиновников штабных. У них мимолетный был. А так, у солдата какая у него. Он сейчас в данный момент живой, а может через момент он уже будет мертвый. Вот. Какая тут может любовь? Это, но дух у солдат всегда, вот представь себе, в каких предрягах, ну, грязи и все прочее, человек не был, он не болел. Потому что у него нервная система у него отличная, чтобы жить и двигаться вперед. А вот попал в пил, он расслабился и начинает заболевание у него. Понимаете? Психка, как, все. Вот. Вот. Ну, в чем суть-то? А тут начинает придумывать, что это, кто говорит, что так, и все. Он вынужден себя себя к вести, лишь бы только выжить. А страхом все, как говорится, подвержены к этому. Только нужно суметь в какой-то степени подавить. Ну, или это привычка, или что-то, непонятно. Ну, вот, некоторые не удерживали не только солдаты, но и офицеры. Ну, а куда же денешься? Человек-то это живое существо. Один может себя как-то увязать, связать, или обязать, или что-то еще. А другой, ну, это ему, как говорится. Ну, и таких я людей не берусь никак судить. Куда же денешься? Война это, как говорится, сейчас прокрашивается, сейчас боевики вот жестокиеся. Кому это нужно? Сейчас ожесточает. Ничего нормального, это не жизненное, что сейчас показывает. Это же уродство, а! Чтобы подавить нормальную человеческую жизнь, как человек должен жить. Понимаете? В чем суть-то? А знаменитый наркомовский инстаграмм, какую роль они сыграли? О, это было. Спора нет. Ну, ну, даже так. Еще вот термос со старшиной уйдет, он тебе, как и служит, там у тебя и пища, и все. И там пробьет, уйдет. Все, ну, как, ну, а знаменитые какие они, может быть, так? Куда же денешься? Ну, это же временное явление психологическое. Конечно, 100 грамм это все, это все вроде прюка, крашеное и все прочее. Ну, люди все-таки пили, ну, что значит, иначе, ну, я не знаю, вот как вот это все это, к чему это приобщить. Так получалось. Ну, а потом я, как говорят, кончилась война, я в техникум пошел, в речной кончил, механиком плавал. Потом Комзину понадобилась настройка специалистов сюда. Нас сформировали из речников, из строителей, из кончили, которые техникам. Четыре группы, по три человек, и их с крашеным курсом сделали инженеры за 2,5 года. Обычно инженеры делают за 5 лет, а здесь, это, получилось, за 2,5, вот, Комзин. И нас туда, вот, Комзин.